18 апреля в физкультурно-оздоровительном комплексе «Олимп» прошел четвертый этап Межрегионального фестиваля по плаванию и подводному спорту «Иволга». В соревнованиях приняли участие почти 200 человек из разных городов и областей. Для нового бассейна событие такого масштаба произошло впервые. Есть мечта – плыви к ней. Фестиваль под таким девизом организовали Ярославский клуб водных видов спорта «Тристайл» и Департамент по физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области. Перед началом соревнований всех участников, зрителей и гостей приветствовали юные синхронистки клуба «Тристайл». Мы очень рады, что уличская земля стала частью этого фестиваля и сегодня он проходит на водных дорожках бассейна «Али». Надеюсь, что предстоящее соревнование откроет нам новые талантливые имена пловцов. Я желаю участникам сегодняшнего фестиваля высоких скоростей, рекордных секунд и ярких побед. Фестиваль «Иволга» проводится третий год. Главная цель – развитие массового спорта, вовлечение детей и взрослых в такой прекрасный вид спорта, как плавание. На старт! Участниками нашего фестиваля может стать любой желающий, спортсмены, любители, просто жители территории Ярославской области, которые хотят участвовать на соревнованиях. Самое главное, что требуется, это умение плавать. Если вы не умеете, то вас с удовольствием научим. И, конечно же, желание выступать и быть частью этого проекта. Участники соревновались в заплывах на дистанции 100 метров для подводного плавания и 50 метров кролем. Судьи оценивали как командные результаты, так и индивидуальные. Всего 53 заплыва. Постоянная участница фестиваля Мария Пичугина перед выступлением всегда волнуется, но чувствует поддержку мамы. Бассейн, конечно, непривычно, потому что первый раз, я только открылся. Но вода по-своему легкая. Конечно, многое зависит от тебя, от соперников, но мне очень понравилось. Для меня фестиваль – это большой праздник. То есть, что ребенок участвует, ребенок рядом. Раньше еще и папа с нами ездил, в семейных оставитах участвовал. Сейчас уже соперники более серьезные, почти не ездят. Но все равно всегда праздник, всегда здорово. Детки молодцы, стараются, родители поддерживают. Очень нравится бассейн, очень нравится прием. В общем, рады, что мы к вам приехали. Состоялся заплыв, очень волнительно было. Ребенок очень нервничал впервые, принимая участие в таком соревновании. И мы тоже, потому что плавание в нашем городе мало развито. Вообще до некоторых пор вообще не было развито. И сейчас с появлением этого вида спорта, конечно, появилось больше возможностей для занятий. Плавание вообще, развитием каким-то новым. Юные спортсмены, их родители и педагоги испытали яркие эмоции и спортивный азарт. А также отметили высокий уровень организации мероприятия и комфортные условия спортивного объекта. Всеволод Сармаев имеет второй взрослый разряд по плаванию. Участвовал в различных соревнованиях всероссийского уровня. От углического бассейна остался в восторге. Бассейн, могу сказать, достаточно красивый по сравнению с тем, где я занимаюсь. Но он более такой современный, крутой. Вообще вся атмосфера такая дружеская. Мы очень рады, что нас пригласили вообще сюда. В наше время такого не было. За ребенка я очень рада, горжусь, можно сказать, своим ребенком. Вы такой прямо из воды и сразу с конфетами. Откуда конфеты? Выдают. Выдают, когда пропал дистанцию. Так обычно на всех соревнованиях. То есть неважный результат, сразу приз, да? Да. Ну, как скажем, утешительный. Бассейн очень хороший. Вода теплая. На самом деле удивительный объект с удивительными людьми, где продумано не только все со стороны застройщика, но и уже со стороны администрации. В этом бассейне, как минимум, я спокойна, моя душа по безопасности. Потому что эвакуация безопасна здесь, конечно, на высшем уровне. Качество воды превосходное. Превосходный бассейн, он, наверное, один из лучших на территории Ярославской области. Нам очень приятно, что эти соревнования проходят на таком высоком уровне, что они интересны не только для жителей Ярославской области, но и для других регионов. Сегодня у нас в соревнованиях участвуют представители Тверской области и Московской области. Для наших пловцов, которые занимаются полгода в наших спортивных секциях, это тоже первые соревнования. Такие соревнования очень важны. Важны как для ребят, как для их родителей, чтобы они видели, к чему стремиться, чтобы они видели конкурентов, чтобы они приучались к тому, что плавание – это не просто какое-то барахтание в воде, а это именно профессиональное плавание, это профессиональный подход к судейству. Это позитивно скажется на тех результатах, которые показывают ребята на ежедневных тренировках. От Углича в соревнованиях приняли участие 46 человек. 13 стали победителями и заняли призовые места. Савелий Солодов на дистанции 50 метров вольным стилем занял третье место, выполнив третий юношеский спортивный разряд. Дистанцию 25 метров лучше всех преодолели Александр Васильчиков и Егор Румянцев. Среди девушек победителями в своих категориях стали Анастасия Козлова и Елизавета Киселева. В семейных эстафетах приняли участие 15 команд, в том числе две Угличские. Анастасия Козлова и Елизавета Козлова и Елизавета Козлова.